Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра на своей территории создали мини-сад интенсивного типа. Помогали им в этом деле специалисты из Ставрополя. Кто еще принимал участие, на что стоит обратить внимание, выбирая саженцы, расскажет Альбина Ламкова. Ту яму надо выкапывать 25-30 сантиметров, между рядами 60 и между рядами 2 метра. У нас сад есть дома, там сажаем, каждый раз заменяем старые на новые. А ты уже знаешь, как за ними ухаживать? Ну, особо нет, но вот учусь, поэтому поступил, чтобы научиться, знания получить. Потом уже в дальнейшем самому ухаживать. Сейчас отец. Ахмед Нагаев пока еще студент агрономического факультета Северокавказской государственной академии. Он только на первом курсе, но уже имеет опыт работы и в саду, и в палисаднике. Помогая отцу учиться ухаживать за растениями, выполнять определенные обязанности. И в этот день вместе со своими однокурсниками получил практический опыт, как подобрать сорт и разместить дерево на площади. Шанс есть либо доучиться, либо сейчас отказаться. Притаптывай. Хорошо, сильней. Раз агроном, сильней. Также важно, какая почва на участке. Яблони любят дерново, подзолистую, лесную, серую и черноземную почву легкого состава с нейтральной реакцией. Посадку саженцев производят на южной стороне участка вместе, защищенным от ветров. Сажается во внутреннюю сторону от столба. И когда оно будет разрастаться, оно будет в ту сторону. То есть не повредит она линия. Имеется вот капельница в эту сторону. Из года в год интерес к садоводству в нашей республике растет. Конечно, главной целью, как и в любом бизнесе, стоит прибыль. Но без любви к этому делу невозможен результат, поделились садоводы, рассказывая об особенностях работы с деревьями. Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств Карачаева-Черкесии оказала финансовое обеспечение затрат на их закладку. Есть много желающих, кто хочет получить консультацию в создании плодового мини-сада у себя на участке и приобрести сертифицированные саженцы, гарантирующие в будущем получение качественного, хорошего урожая. Наше предложение было тепло воспринято. И сверх того, они предложили нам заложить мини-демонстрационный сад, чтобы каждый приходящий к нам мог не только купить, но и своими глазами увидеть, что ему продают. Этот опыт у нас будет первым. Высаженный мини-сад вместе с будущими агрономами станет маленькой копией садов Карачаева-Черкесии, инвестиционного проекта садов Ставрополя. Общее количество яблонь – 123 разных сорта. Отличный рост подоношения цветения могут дать только хорошие саженцы. Сразу после посадки их обрезают и поливают. И тогда уже через год можно будет попробовать первые плоды яблок на вкус. Альвина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. В Государственной национальной библиотеке вне Халимат Байрамуковой состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения классика поэта Расула Гамзатова. Собравшиеся это представители творческой и научной интеллигенции отметили, что его каждое слово находит отклик в сердце. Необыкновенно проникновенная поэзия и музыкальные номера на стихи Расула Гамзатова, слова которых знают все поклонники и ценители его творчества, стали лишь малой частью насыщенной программы. Расул Гамзатов воспевал героев своего времени, возвращал из небытия, доказывая, что можно и нужно жить в этом мире так, чтобы не было стыдно за свои дела и поступки. Он жизненным примером показал, как много может достичь один человек, орудие которого – поэтическое слово. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Ташкенте прошел международный фестиваль. Наша землячка, автор и исполнитель Жанна Мусаева представляла на этом мероприятии Северный Кавказ, а также она была удостойна статуса посол дружбы народов. О том, как прошел этот масштабный фестиваль и о своей общественной деятельности, певица рассказала нашему корреспонденту Бали Джозаевой. Жанна, здравствуй. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и приехала сегодня к нам в гости. Наш разговор я хочу начать с того международного фестиваля, на котором тебе присвоили статус посла дружбы народов. В Ташкенте прошел международный фестиваль «Дустрит-2023», где ты получила этот статус. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала об этом фестивале поподробнее, поделилась своими впечатлениями и за что этот статус тебе присвоили. Он проходил под лозунгом «Объединяя народом и укрепляем дружбу». Это очень большой масштабный международный фестиваль. Проходит он уже в четвертый раз в Ташкенте. В прошлом году мы были в Бухаре, также в Узбекистане. Почему называется «Достлэк»? Потому что приезжают артисты из разных стран. То есть это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Ну и, соответственно, мы знакомимся все. И вот это уже четвертый фестиваль. Сейчас следующий фестиваль ждем уже в Москве. Я представляла Россию, нашу страну. Я представляла свой народ нагайский. Ну и как бы при посольстве вручали вот такую вот номинацию. Я буду также представлять свою страну, но уже в других странах. Планируется и в Турции проводить, и в Индонезии проводить. Я хочу сказать о том, что ты сделала такой резкий крен. Немножечко ушла из творчества на какое-то время. В связи с тем, что ты пошла работать в Государственном Думе Российской Федерации. Чем тебе эта работа интересна? Вы знаете, я когда закончила университет в Пятигорске, ректор оставил меня при университете. Открылась на базе университета Институт региональных проблем на Северном Кавказе. И открыли там же федеральный журнал «Политический современный Кавказ», где я работала в этом журнале. Соответственно, я ездила по республикам, брали интервью у глав республик. Ну и мне это все понравилось, и я захотела именно в этом дальше продолжать участвовать. Вот, участвовала на выборах губернатора Ставропольского края. Ну и далее уже познакомилась на интервью с депутатом. Это был депутат Залиханов Михаил Чукаевич, академик Российской Академии Наук. И он меня пригласил работать в Госдуму в Москву. Ну, соответственно, я уехала и стала там работать. С 2007 по 2010 год я там проработала. Вот, потом я вернулась домой. И вот спустя время я сейчас устроилась на работу к депутату от фракции КПРФ Кочев Роберт Иванович, комитет по безопасности и противодействию коррупции. Мне это очень интересно, работа с избирателями. Вот, очень часто летаю в Москву, приходится летать. Я люблю всю эту деятельность, я люблю организацией заниматься. То есть я только вступила в эту должность и жду сейчас новые... Указания депутата. Ну, я так понимаю, что ты все-таки будешь совмещать творчество. Оно у тебя всегда на первом месте, насколько я знаю. И свою политическую, общественную деятельность, правильно? Нет, абсолютно нет. Я также продолжаю петь. У меня на записи сейчас четыре песни. Из-за того, что я сейчас туда-сюда постоянно летала, у меня не было времени ими заняться. Совсем недавно я выпустила песню с известным артистом Амридом Келичиевым. Мы записали песню на моем родном языке, анагайском. Хотя он сам лесгин, но получилось очень даже хорошо. В дальнейшем у меня еще три песни на записи. Сейчас вот приеду, буду заниматься ими. И дальше буду выпускать и петь продолжать. Жанна, мне бы хотелось у тебя спросить, вот на твой профессиональный взгляд, что нужно делать, чтобы каким-то образом поднимать региональную культуру. Вот у тебя есть какие-то в этом плане задумки творческие? Вы знаете, я вообще считаю, что культуру нужно прививать ребенку еще с детского садика. Постоянно об этом рассказывать, говорить. То есть потом в школе обязательно нужно ввести предмет культуры. Все-таки, как говорится, без культуры нет нации. Вот побольше, наверное, концертов делать, выделять, наверное, какие-то средства для того, чтобы дети могли ездить, участвовать на фестивалях. Это я по себе говорю. А, конечно же, самое главное, я хотела бы продвигать нашу нагайскую культуру. Потому что, вот я сколько смотрю, даже не касаясь моей нации, очень хорошо у нас поддерживают спорт. Вот, очень большое внимание. Никто не против, да, все молодцы спортсмены. Но вот в плане культуры у нас нет такой поддержки. И, конечно же, я хотела, хочу, точнее, и буду помогать именно продвигать нашу нагайскую культуру. Благодаря команде. У меня есть хорошая команда сплоченная, которая, в принципе, этим и занимается. Это наше нагайское телевидение, которое у нас недавно открылось. Ну, как год, да. Но мы вот работаем потихонечку. Будем поднимать, будем работать. Жанна, я хочу тебя поблагодарить за интервью. И, конечно, я желаю тебе успехов на твоем новом поприще и творческих успехов, конечно же. В Черкесске прошел день IT-профориентации для школьников. Партийный проект «Цифровая Россия» должен помочь подрастающему поколению еще за школьной скамьей узнать как можно больше о сфере высоких технологий, о перспективных направлениях, на которые стоит обратить внимание. Для молодых людей был организован практический урок и турнир по кибербезопасности. В 2022 году в Совете Федерации, когда обсуждали развитие цифрового направления, Андрей Анатольевич Турчак отметил большую кадровую проблему в IT-сфере. Более миллиона человек в нашей стране, такова потребность в IT-специалистах. Поэтому партия взята новое направление и создан новый партийный проект. Называется он «Цифровая Россия». В рамках проекта «Цифровая Россия» мы проводим день IT-профориентации для школьников старших классов. День, который покажет им перспективы IT-направления, сферы IT-профессий. Мы проведем и презентацию, где все это покажем и расскажем. А также у детей будет практический урок и турнир по кибербезопасности. В Черкесске в Центре развития предпринимательства «На Горького-8» продолжает работу рыбная лавка «Дары Камчатки». О самых вкусных деликатесах расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот она перед вами. Горбуша, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбеца. Рыба богата витаминами, ценными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Содержит более 20 необходимых человеческому организму микроэлементов. Таких как цинк, селен, магний, фосфор. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминотокислоты. Полезная для женщин, чтобы красивые были, чтобы складки разглаживались на лице, волосы красивые были. Белорыбеца, как обычно. Палтус у нас. Палтус – жирная рыбка. Но она считается диетическая рыбка. Потому что, если у кого проблемы с кишечником, ее прекрасно можно кушать. Она абсолютно не повредит. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу. Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Порадует вас и селедочка наивкуснейшая, и ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы – самые настоящие. Шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия – красная королева – икра. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Поспешите в рыбную лавку «Дары Камчатки» и поднимите себе весеннее настроение. Адрес прежний – Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 2 апреля включительно. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова